Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем рассматривать полноценную прошивку HyperOS, которая вышла вчера, которая наделала много шуму, о которой сейчас многие говорят и пытаются как бы из своей текущей MIUI сделать новую HyperOS. В принципе это реально, но об этом расскажу чуть позже. Ну а пока заваривайте себе горяченький чаек, присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. У меня аппарат подопытный Poco F5. Ну какую-то часть я покажу на его примере, а какую-то часть, наверное, покажу на примере F3. Сразу вы можете заметить, что у нас с рабочего стола меняется, во-первых, отображение виджета, он немножечко иного стиля, нежели это есть сейчас, ну и соответственно меняется стиль иконок. Он также выделяется от того, что есть сейчас в MIUI. Ну и как бы да, это вот можно сказать некий такой ребрендинг или же крупное обновление оболочки MIUI, которое у нас переходит в HyperOS. Конечно, хотелось бы сразу многое, хочется, чтобы оно работало максимально идеально, но важно понимать, что это первая, скажем так, слитая прошивка, которую удалось адаптировать под Poco F5. Ну и конечно же под Poco F3. Да, иногда в течение видеоролика может вылетать вот такая ошибка, потому что опять же это слитый билд, но никоим образом на то, чтобы вам все это продемонстрировать сегодня, оно не повлияет. Давайте сразу разбираться. Заходим в настройки о телефоне. И да, тут пока что отсутствует лого, потому что оно будет добавлено в будущих обновлениях и это, скажем так, самая-самая первая прошивка. Но она нам дает понимание о том, что будет в принципе. Ну и первое это то, что оболочка под управлением 14-го андроида. То есть те, кто говорили, что это там полноценная ОС, что значит там это Xiaomi как-то перешагнули какую-то там границу и что они выходят на новый уровень, нет. Это все та же оболочка, которая является надстройкой над Android. Ну и спасибо за то, что версия Android 14. В целом это все, что тут можно было бы отметить. Мы с вами теперь идем далее. В целом сами настройки у нас выглядят немножко иначе. Даже если брать во внимание предыдущие китайские прошивки, то тут у нас все, ну во-первых, немножечко иначе шрифт выглядит, во-вторых, немножечко иначе ярлыки разделов выглядят. Ну и в-третьих, у меня есть такое ощущение, что сам размер этого шрифта и иконок также был уменьшен. Но в любом случае, как бы это нам будет давать определенное понимание того, что в целом стоит ожидать. Наверное, самое такое важное изменение, которое вот реально мне лично зашло, это кастомизация. И да, разработчики давно хотели сделать такую глубокую кастомизацию, как это, во-первых, есть в 14-м Android и как это есть в iOS. Ведь ни для кого не секрет, что компания Xiaomi пытается копировать iOS и вот делать такой некий яблочный продукт на минималках. Ну вот теперь давайте смотреть. Мы нажимаем на экран блокировки и что мы тут получаем? Ммм, интересную кастомизацию. Дальше, допустим, мы нажимаем на Customize и вот здесь мы с вами можем, во-первых, менять сами обои. Во-вторых, можем применять какие-то фильтры. И дальше, если мы кликнем вот сюда, мы можем с вами изменять, во-первых, стиль часов, который нам понравился. Дальше можем с вами менять стиль даты. Конечно же, можем поиграться немножко с температурой, ну и завести сюда информацию. И плюс мы можем отредактировать здесь информацию о нашем операторе. И также вот здесь мы можем добавить некую такую еще подпись, ну которая будет нас как бы выделять среди остальных. Да, это все отлично. Но если вам этого мало, вы можете поставить уже готовые такие вот картинки или же пресеты, которые в целом очень интересны. Тоже мне что-то напоминает. Конечно, можно поставить и вот такие стилистики, которые, ну в целом, тоже могут разнообразить ваше устройство. Также вот такая вот еще есть у нас история. И, в общем-то, и все. Но, опять же, я думаю, что в будущем разработчики будут только добавлять все эти вот экраны блокировки и возможности для кастомизации. Также у нас еще перерисовывается вот этот раздел, где у нас получается Always-on Display, иконки, шрифты, а также дополнительные настройки. Темы и обои остаются у нас на старом месте. Но это и все, что хотелось бы отметить о кастомизации. Конечно же, у нас перекроили все разделы. То есть, теперь в уведомления и строку состояния перенесли все настройки. То есть, не нужно куда-то там дополнительно переходить и так далее. То есть, у нас все в одном разделе. Это и индикатор батареи, это и скрытие челки. И также это как бы, ну или же вырез под индивидуальные приложения, также у нас тут присутствует. Немножечко, да, есть такие подфризивания, подлагивания. Но, опять же, друзья, стоит понимать, что это как бы первая прошивка для смартфонов Xiaomi. Также вы можете наблюдать, что у нас меняется анимация выбора центра управления. То есть, теперь новый центр управления тут отображается, что, конечно, есть очень хорошим вариантом. По экрану блокировки также ничего нового здесь мы с вами наблюдать не можем. Чего не сказать о рабочем столе. Тут его немножечко также скомпоновали и теперь он выглядит более так, ну, современнее что ли. То есть, теперь у нас в разделе системная навигация все настройки собраны воедино. И плюс у нас еще отображение вида недавних тоже будут вот по актуальному виду и не будет ничего раскидано по настройкам. И в целом могу отметить, что это вполне себе удачное решение для такой истории. Что еще интересного добавляется, это раздел звук и вибрация. Тут у нас получается все переносит в дополнительные настройки и также как бы все разделы немножечко объединяем. Тут у нас получается добавляется возможность по управлению уведомлениями. И, конечно же, будет разделение у нас вот всех этих настроек. То есть, 4 ползунка тут, конечно же, будет по умолчанию. И это, конечно, очень круто. Если же вы себе будете ставить китайскую прошивку, то у вас еще будет раздел под названием вибрация, где вы сможете себе гибко настроить уровень отзывчивости смартфона. Также вы можете еще заметить, что по системе добавляются такие вот как прямоугольники. И они со скругленными краями. Это также является новинкой в новой HyperOS. Дальше, друзья, что еще хочется отметить, это возможности по настройке экрана. Также вы можете заметить, что у нас изменяется несколько стиль, как светлого режима, так и темного режима. То есть, немножечко его переоделали. Что имеется в виду, где у нас Refresh Rate, то есть обновление экрана, у нас еще добавляется опция по возможности выставления принудительной частоты кадров для отдельных приложений. К сожалению, на F3 этой фичи нет, но вот, допустим, на F5 такая тема есть. И плюс еще на всех актуальных глобальных прошивках данная история также стала появляться. Следующий раздел, который также претерпел изменений, это у нас безопасность и приватность. Также вы можете заметить, что абсолютно полностью его переделали, и оно выглядит уже не так, как это было до этого. То есть, тут мы можем с вами наблюдать абсолютно любую информацию. Это получается и режим инкогнито, это у нас получается второе пространство, дальше там все возможные скрытые приложения. Конечно же, тут есть и у нас опция по просмотру разрешений, которые были выданы приложением. Мы тут с вами можем наблюдать то, что было выдано по местоположению, камере, микрофону, ну и так далее. И плюс мне еще нравится вот такое вот отображение за 7 дней, то есть приложения, которые имели доступ ко всем датчикам нашего смартфона. Ну и еще что такого важного меняется в новой оболочке, это раздел батарея. У нас появляются текущие моды, это получается, ну или же текущие режимы. Производительный, сбалансированный, экономия батареи и ультраэкономия батареи. Что, конечно, есть очень удобным вариантом для многих пользователей. Есть у нас еще раздел, конечно же, и защита батареи. То есть тут мы с вами можем наблюдать, во-первых, на сколько емкости у нас остается, ну или же вообще как себя батарея чувствует. Это первый пункт, температура, ну и текущее количество зарядок за сегодняшний день. И плюс оптимизированная зарядка тоже у нас с вами появляется. Если вы хотите немножечко улучшить состояние своей батареи в плане автономности, ну и так далее, вам, конечно же, компания Xiaomi дает возможность как бы подключать то, что система считает ненужным. Ну и дополнительные настройки также у нас с вами выводятся в отдельный раздел. И плюсом добавляется у нас вот это, Night Time Mode. Я о нем вчера рассказывал, и в принципе вообще всю эту историю можно поставить и на глобальную прошивку. Этот режим позволяет ночью отключать все неиспользуемые какие-нибудь там сервисы, а также приложения, чтобы также продлевать автономность вашего аппарата. Ну и, наверное, самое крутое, что вчера именно всем пользователям зашло, это новая шторка. Она имеет следующий вид. Да, как обычно нам батарея напоминает, что с ней есть проблемы. И новая шторка, ну она действительно что-то мне очень напоминает, прям максимально. Но мы сегодня не об этом. Самое главное, что она работает. Самое главное, что есть плеер, что все регулируется, что тумблеры можно редактировать, добавлять что-то новое. Ну, одним словом, просто песня. Мне вот это реально зашло. Ну а тем более то, что можно всю эту тему поставить на глобальную прошивку. Друзья, и немножечко такая дозапись с телефона. Забыл вам, конечно же, показать еще одну крутую штуку из новой оболочки HyperOS. К примеру, мы хотим зарядить свое устройство. Да, тут у нас, как обычно, вылетает ошибка. Мы с вами вставляем USB кабель. И после чего получаем вот такую интересную анимацию зарядки сверху. Но в целом-то больше нет никаких индикаций о том, что зарядка происходит. Но вот тоже есть такой интересный вариант, который разработчики добавили в этой HyperOS. Что же, друзья, вот такой получился у нас первый беглый обзор новой HyperOS. Или же, как там на глобальном рынке говорят, возможно, MIUI 15 останется. Хотя у меня уже теперь появляется все больше сомнений насчет этого. Разработчики поработали действительно над всей этой историей. Разработчики попытались хайпануть. И у них это получилось. Да, конечно, не все идеально. Но, опять же, это первая прошивка слитая. И как бы вообще спасибо на том, что она работает. И что ее вообще удалось портировать. И также, если вас заинтересовали эти прошивки, вы уже можете их попробовать сегодня. Но там ограничено количество устройств. Поэтому переходите по ссылкам в описании. Смотрите, на что оно доступно. Но, говоря свое мнение, мне прошивка понравилась. Хочется и дальше, чтобы разработчики в таком же темпе работали. Ну и чтобы, наверное, на глобальной прошивке было все то же самое. Конечно, вы мне скажете, это вот не будет. Я, в принципе, тоже некий такой скептик. Но почему бы и нет. И, возможно, разработчики нас в этом году, ну или же в следующем году, удивят. Ну а я дальше пойду тестировать всю эту историю. И я для вас подготовлю также определенный цикл видеороликов про новую прошивку. Если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии. Там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова